Ежегодно 7 января православные христиане отмечают один из самых важных праздников – Рождество Христово. Это второе по значимости событие после Пасхи. Величайший праздник относится к двунадесятым. Установлен он в памяти о рождении Иисуса Христа от пресвятой Девы Марии. Известно, что Иисус появился на свет в Вифлееме, куда Дева Мария и ее муж Иосиф прибыли для переписи населения. Евангелие говорит нам о том, что пришло время Марии родить. Родила она сына и спинлянала его и положила в ясли, то есть место, откуда животные питаются. Во всех храмах, если вы зайдете, то вы видите вертеп. Это подобие той пещеры, в которой родился Христос. По словам настоятеля храма Казанской иконы Божьей Матери города Каспийска, «В этот день Господь в обличии младенца спустился с небес к людям, показывая, что Он пришел в этот мир не для того, чтобы Его завоевать и покорить, а на своем примере научить людей смирению, служению и бесконечной любви». Бог есть любовь. Бог через рождение Сына Своего, а тем более через Его предстоящую крестную смерть, Он показывает нам пример безграничной и жертвенной любви. Важно отметить, что торжества, связанные с этим праздником, начинаются еще накануне. В рождественский сочельник вечером 6 января семьи собираются за праздничным столом, который обязательно должен быть украшен белоснежной скатертью, а дом – елками и еловыми ветками. Также в этот священный день всем православным запрещено носить черные цвета, потому что радостное событие не терпит темных тонов. В этот день, радуясь рождения Христа, вознося Ему молитвы, благодарения, мы должны подумать о том, как нам сделать нашу жизнь лучше, свою собственную, свою личную, свою семейную, свою общественную жизнь. И это одно из важных в нашей жизни, то, о чем мы должны подумать в этот день. Со вчерашнего дня в храме Казанской иконы Божией Матери города Каспийска проходили рождественские богослужения, где собрались десятки православных христиан, к утру в храме началась литургия. Своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь нам порой кажется, что добро слабо и беззащитно, а от нашего небольшого усилия мало что зависит. Однако это не так. Существует непреложный духовный принцип. Любовь умножается, когда мы отдаем себя другим. В этот праздничный день принято прощать и мириться с обидчиками. Жители нашего города не остались в стороне и изъявили желание поздравить всех православных с этим священным днем и призвать к милосердию. Светлый праздник Рождества Христова, всех христиан поздравляю с праздником. Желаю всем, чтобы было здоровье, не было войны, чтобы наши мальчики все вернулись с фронта, чтобы у всех в доме была радость, спокойствие, всех благ нашим прихожанам. Светлый праздник Рождества Христова, от души и сердца хочется пожелать самого чистого, доброго, светлого и всем людям благополучия, мира, здравия, многое-многое лето. Всех верующих с этим светлым праздником Рождества Христова И пожелать всем мира, не только в нашей стране, но и всем людям, чтобы все беды у нас закончились и был только мир.